МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Надлежащие депутаты оценили качество исполнения нацпроектов. Больше возможностей для помощи фронту. Новые швейные машины поступили в мастерскую волонтёрского центра «Радость моя». Тёплые слова и поздравления в Совете ветеранов подвели итоги года. Далее расскажем во всём подробно. Как исполнили нацпроекты в Сарове в этом году? Оценку их реализации по поручению губернатора до конца года должны дать в каждом муниципалитете региона. Об итогах исполнения нацпроектов в Сарове доложил глава города на думской сессии 15 декабря. Кроме того, на седании Думы депутаты приняли бюджет на следующий год. Подробности далее. В этом году на территории Сарова реализовали 4 национальных проекта, на которые выделяли деньги из регионального и федерального бюджетов. Их общая стоимость более 235 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Культура» в детскую музыкальную школу имени Балакирова закупили около 30 музыкальных инструментов, 200 учебных пособий и расходники. По нацпроекту образования деньги пошли на поставку в школы государственных символов и создание института советников по воспитанию. Отдельный большой блок реализуют в рамках нацпроекта «Экология». Это реконструкция канализационных очистных сооружений. Проект действительно инженерно крайне сложный. Это связано с тем, что мы проводим не новое строительство, а реконструкцию. То есть все работы проводятся на действующем оборудовании. Мы не можем ни на минуту остановить процесс очистки источных вод по понятным причинам. И возникают регулярно непростые инженерные задачи, по которым приходится принимать и сложные технические решения, и сложные управленческие решения. Но все задачи решили в срок. Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году завершилось благоустройство сквера за зданием администрации. Все проекты выполнены вовремя, с надлежащим качеством и с полным кассовым освоением, отметил Алексей Сафонов. Глава города предложил оценить реализацию нацпроектов в Сарове как надлежащую. С этой оценкой ранее согласились в областном правительстве. Депутаты единогласно поддержали. Расскажем часть наших планов на 2023 год. В рамках национальных проектов это продолжение реализации сквера, следующий этап, это уже окончание реализации, реконструкции и техническое перевооружение конвенционных очистных сооружений города Сарова. А также в рамках АИПов это наши крупные объекты, это объекты транспортной инфраструктуры улицы Негина, Чапаева, Чкалова. Также окончание строительства школы по улице Зорби и Центр культурного развития. На заседании приняли бюджет Саров на следующий год. Доходы составят более 4,5 миллиардов рублей. Расходы более 4,6 миллиардов. Дефицит бюджета 100 миллионов. Основная статья расходов традиционно на образование. 300 миллионов заложено на строительство. Кроме того, в статьях бюджета отразили указание президента повысить зарплаты бюджетников. Предусмотрено средство на выполнение индикаторов по уровню заработных уплат педагогов, включая педагогов дополнительного образования детей, педагогов дошкольных организаций не ниже 44 тысяч 360 рублей в месяц, что выше на 15,5% по сравнению с индикатором, предусмотренным в первоначальном бюджете на 2022 год. Поработникам культуры и спорта средняя заработная плата, предусмотренная в бюджете 2023 года, увеличена более чем на 7 тысяч рублей по сравнению с заработной платы по первоначальному бюджету на 2022 год. Оживленные дискуссии вызвал вопрос приватизации муниципального имущества, а именно преобразование МУП «Центр ЖКХ» и комбинаты школьного питания в акционерные общества. Напомним, по закону, до 2025 года муниципальные предприятия должны изменить форму собственности. Однако участие депутатов преобразования МУПов в АО вызвало опасения. Их и брал муниципалитет под свое крыло, чтобы обеспечивать качественные услуги населению. Если мы рассматриваем вопрос перехода их в акционерное общество, на наш взгляд это большой риск. Опять же, акционерное общество может и обанкротиться. Это тоже такой риск имеет место, и мы его оценивали. Сейчас в определенной степени голосуем за черный ящик. То есть вот вам предлагается история, которую мы до конца не понимаем. Администрация вносит прогнозный план реорганизации, где пишет акционерное общество форму реорганизации. Потом говорит, да мы внесем потом условия, а там все по-другому. Вносит условия, а там акционерное общество. Мы спрашиваем, а почему? Прошу. Это же ваше решение. Депутаты приняли прогнозный план приватизации, при этом исключив оттуда статью про приватизацию МУПов. К этому вопросу решили вернуться на заседание профильного комитета. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В России сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирус свиного гриппа также чувствителен к лекарствам, как в 2009 году. Ситуация со свиным гриппом в России регулируемая. Доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России менее 1%, сообщила Попова. Рост ковида также фиксирует, но незначительный. Грипп распространяется и в нашем регионе. За прошедшую неделю больше всего случаев заболеваний выявили среди взрослых и подростков старше 15 лет. Большая часть из них заразилась вирусами гриппа. Его доля составляет 75% среди всех респираторных инфекций. С свиным гриппом заболели 73 нижегородца. 11 случаев выявили в Сарове. Сладкие новогодние подарки для детей от 1 года, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения, можно получить с 19 по 25 декабря. Их будут выдавать с 13 до 19 часов в клубе «Мечта» на Московской 40А и в Молодежном центре по адресу Куйбышева, 19-1. При себе нужно иметь паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новые швейные машинки поступили в мастерскую волонтерского центра «Радость моя». Напомним, здесь неравнодушные саровчане шьют для солдат СВО медицинское белье, булоклавы, теплую одежду и другие вещи первой необходимости. Новая техника значительно ускорит процесс работы, пишут волонтеры. С машинками справляются и те мастерицы, кто никогда раньше не шил на профессиональном оборудовании. Все на матч. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на очередную домашнюю игру в рамках чемпионата первенства Высшей лиги Нижегородской области. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в группе канала «16» ВКонтакте и на канале «Саров-24». Матч пройдет 17 декабря. Начало в 13 часов. Для зрителей старше 12 лет. Успешный старт для предпринимателей. О региональных мерах поддержки в эфире Центра управления регионами рассказал глава регионального Минпромторга Максим Черкасов. Открытие кузницы или мастерской по ремонту, покраске и рихтовке автомобилей такими нестандартными для женского бизнеса идеями удивляли жюри участницы грантового конкурса для молодых предпринимателей. О его итогах в прямом эфире Центра управления регионами рассказал глава регионального Минпромторга Максим Черкасов. Такой конкурс в нашем регионе проходил впервые. Для молодых предпринимателей это отличное подспорье на стартовом этапе. Как правило, для начала собственного бизнеса чего не хватает? Первоначального капитала. Банки требуют залоги и везде нужны какие-то гарантии по возврату средств. Вот этот вот первоначальный капитал – это не базовое создание бизнеса, это начало. Начало какого-то, может быть, большого проекта со стартового капитала в 500 тысяч. Заявку на участие подало более 400 молодых предпринимателей. 200 из них получили гранты на развитие бизнеса. Общая сумма поддержки составила более 93 миллионов рублей. На первых этапах развития бизнеса предпринимателю важно не забывать об образовании. Многие грантовые региональные программы включают тренинги и семинары с бизнесменами, где им помогают грамотно и эффективно применить полученные средства. Если говорить о начинающем предпринимателе, то я бы, конечно, начал с образования, потому что главная ошибка людей на первом этапе – это неправильное использование средств на развитие бизнеса. Поэтому изначально это образование, дальше это финансовая поддержка. Говорили в прямом эфире и еще об одной значимой мере поддержки для жителей региона – социальных контрактах. Их цель – преодоление бедности, повышение дохода семьи. Это пилотная программа для нашего региона. За 11 месяцев этого года заключили свыше 9300 социальных контрактов. Из них 4700 на открытие своего дела и еще 4000 подписавших контракт нацелены на поиск работы и трудоустройства. Самый сложный этап при получении гранта на свое дело – составить бизнес-план. Нужно каким-то образом просчитать сам бизнес-план, выбрать направление, численность, будущие обороты и так далее. Здесь мы заключили соглашение вместе с Центрами социальной защиты и между Центрами мой бизнес, где люди, которые приняли решение получить средства по социальному контракту, имеют возможность обратиться в Центр мой бизнес на территорию своего муниципального образования, на территорию своего городского округа и бесплатно получить возможность доработать этот бизнес-план. Подробную информацию о доступных мерах региональной поддержки можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по адресу Октябрьский проспект 13. В Доме младежи состоялось подведение итогов уходящего года Саровской городской организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Почетные грамоты и благодарственные письма получили самые активные ветераны Сарова. Также для членов Совета подготовили праздничную программу. Уходящий 2022 год для Совета ветеранов 8-го микрорайона выдался насыщенным. Ряды Совета пополнили около 100 человек. Ветераны встречались с депутатами и представителями городских организаций, проводили различные мероприятия, праздничные концерты и вечера. Члены Совета – это творческие, позитивные и активные люди, которые не хотят сидеть на месте. Я надеюсь, что также активно мы проведем и следующий год, который приближается, 2023, и также будем участвовать в разных мероприятиях, и также, зная о нашей деятельности, о том, чем мы занимаемся, к нам будут приходить новые люди. Подведение итогов уходящего года Саровской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов состоялось в Доме молодежи. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили тех ветеранов, которые на протяжении года участвовали в подготовке и проведении городских мероприятий, принимали активное участие в жизни организации. Председатель Совета ветеранов Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России Владимир Белин получил грамоту за высокие личные результаты и значительный вклад в развитие ветеранского движения. Я очень рад и очень доволен. Большое спасибо за это, за оценку моей работы. Я хочу пожелать всем ветеранам города хорошего здоровья с наступающим году. Дай Бог побольше веселой, спокойной жизни. В этом году городская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отметила свой полу-юбилей – 35 лет. Свой день рождения организация отметила череду мероприятий – творческие встречи и вечера, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные состязания, праздники города и микрорайонов. Мы очень много сделали, у нас были всякие поездки, мероприятия по скандинавской ходьбе. Ну, в общем, все сразу сейчас не скажешь, не опишешь, но год был у нас насыщенный, этот год насыщенный. Просто вот хочется отметить, что действительно организация стала такой мощной, сильной, я бы сказала. В преддверии Нового года для ветеранов подготовили праздничные мероприятия с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Также в виртуальном концертном зале для пожилых людей показали новогодний концерт казачьего хора. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Мы помогаем. Уже несколько лет на канале 16 работает рубрика «Городской дозор». Туда обращаются люди, которым надоели отговорки чиновников, они устали обивать пороги управляющей компании в попытках решить свои проблемы. О том, как редакция помогает жителям решить их вопросы, рассказываем в нашем репортаже. Много лет в квартире протекает балкон, управляющая компания устранить течь не может. С такой проблемой в нашу рубрику «Городской дозор» обратилась Галина Бабуркина. В особо дождливую погоду с балкона ее мамы, которой 92 года, выносили по несколько ведер воды. Сама пожилая женщина с огромным трудом справлялась с сезонными потопами. После нашего обращения в управляющую компанию вопрос, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Хочу поблагодарить команду «Городского дозора» за помощь в решении проблемы полупротечки балкона у моей мамы. В настоящее время жилищно-эксплуатационная контора провела большую и сложную работу. Не сразу смогли найти вот эту протечку, но в настоящее время сейчас эта проблема решена. И я желаю всем горожанам обращаться в «Городской дозор», если у них будут какие-то проблемы. На протяжении 10 лет «Канал-16» помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты освещали сотни городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, затопленные подвалы, разрушенные балконы и мусор во дворах. С такими проблемами саровчане сталкиваются регулярно, годами обивая пороги коммунальных служб. Если вам надоели отговорки, звоните в нашу рубрику «Городской дозор». Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37200. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА